В свое время мы отказались от очень многих вещей, которые казались нам смешными, ненужными, тянущими нас в прошлое, но оказалось, что именно они и обеспечивали нашу мирную жизнь и наше будущее. Это касается в том числе военно-спортивного воспитания. Быть пацифистом может себе позволить только человек, абсолютно защищенный от агрессии окружающего мира, но кто-то же должен его защитить. В Хабаровске открылось региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. И у нас в студии один из его создателей Андрей Белоглазов, президент, точнее председатель регионального союза боевых искусств Хабаровского края, и Евгений Полетнев, инструктор этого Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, кто был инициатором создания? Российский союз боевых искусств в лице сопредседателей Сергея Владимировича Кириенко и Юрия Петровича Трутнева вышли с инициативой к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о создании Центров военно-спортивной подготовки. Президент поддержал данную инициативу, и сейчас на территории нашей страны 12 центров в Дальневосточном федеральном округе, два центра, это Республика Бурятия ОЛНД и город воинской славы Хабаровск открыли и начали свою работу. Сразу возникает вопрос, это не дублирует ДОСААФ? Ведь ДОСААФ у нас существует до сих пор? Нет, ни в коем разе это не дублирует, это совершенно новое направление, где используются передовые современные технологии. В центре будут работать профессиональные инструктора, лучшие из лучших, которые прошли профессиональную подготовку. Ну, у нас один из лучших и лучших пришел. Евгений, расскажите о себе, ну, судя по форме, вы бывший военный. Военный пенсионер, три года как нахожусь в запасе, и вот решил связать свою судьбу с данным направлением. Вас где-то готовили специально? Да, мы прошли обучение в три этапа. Это Гудермес, Чеченская республика. Второй этап это Машук, Ставропольский край. И третий этап это город Москва. Я правильно понимаю, что вот все инструкторы должны сами быть вот опытными воинами, да? Ну, изначально у нас был отбор, психологический отбор, в физическом плане тоже нас отбирали. Причем в два этапа. Первый отбор у нас был в том году, в декабре месяце, в Хабаровском крае отобрали. Второй этап у нас был в городе Москве. Психологическое тестирование, личная беседа с каждым кандидатом. И в том числе физическая культура, сдача нормативов. Среди инструкторов есть как профессиональные военнослужащие, в том числе ребята, которые получили реальный боевой опыт, понюхали пороха, имеют боевые награды. Также есть профессиональные высококвалифицированные спортсмены. — Конечная цель — это просто общее развитие молодого человека, либо подготовка конкретных воинов для определенных родов войск? — Давайте я отвечу тогда первым. Конечная цель — это в первую очередь воспитать патриотов своего Отечества, нашей Родины. Потому что здесь будет помимо огневой подготовки, помимо обучения управления беспилотными летательными аппаратами, военно-тактической медицине, будут углубленные знания истории, психологии с использованием современных технологий. И самое главное — это, конечно же, воспитать патриота. У нас с инициаторами создания данных центров вышел Российский союз боевых искусств. Почему? Потому что это ребята, которые посещают спортивные секции в различных видах единоборств. Они умеют и трудности преодолевать, и ставят перед собой цели, и добиваться этих целей, уважительно относятся к себе, к своим соперникам. То есть это ребята, которые имеют такой закаленный, твердый характер. И эти ребята, что мальчишки, что девчонки, могут защитить себя, свою семью, сестренку, братишку, маму, папу, если надо, смогут защитить Родину. Это не означает, что все они станут военными, профессиональными. Ребята, которые будут проходить обучение, это ребята в возрасте с 14 до 18 лет и 18+. И те ребята, которые сейчас обучаются в школе или в среднем специальном учебном заведении, они еще дальше будут определяться по своей профессии. И эти навыки, приобретенные в наших центрах, они позволят применить эти навыки в повседневной жизни. И оказать первую медицинскую помощь, это и углубленные знания истории, не только ограниченные то, что изучают ребята в школе обычные, а еще углубленные знания и непосредственно общение с носителями информации. Это вопросы и касаемые национальной безопасности. Каждый выпускник, обучающийся, будет понимать, что происходит в мире, что происходит в стране, по какой причине были приняты такие или иные решения. Ну и самое главное, эти ребята в любую минуту, вне зависимости от возраста, всегда смогут защитить себя, свою семью, свою страну. Евгений, вы конкретно за что отвечаете? Что вы преподаете? Можно я еще добавлю? Андрея Сергеевича, конечная цель у нас еще воспитать достойную смену, достойную смену нашему поколению, потому что после нас придут, должны прийти те, которые морально, психологически должны быть подкованы. И если им необходимо будет взять оружие для защиты семьи, родины, государства своего, значит, они обязаны и будут умело действовать с этим оружием. Давайте сразу спрошу, современное оружие, это же не только автоматы. Говорят, что вообще война будущего, это прежде всего беспилотные летательные аппараты. Это мы учите? Безусловно, концепция войны сейчас в современном мире, она очень изменилась. Это не чеченская компания первая, вторая, это не Югославия, это даже не Сербия, не Донбасс, не Сирия. Значит, сейчас идет война технологий, высоких технологий и интеллектуальных возможностей человечества. Естественно, у нас в нашем проекте есть 8 дисциплин, в том числе и беспилотные летательные аппараты, где не требуется большой физической силы, выносливости, ловкости, требуется интеллектуальный уровень подготовки и развитие этого интеллектуального уровня для того, чтобы молодежь умела готовиться уже изначально с 14 до 18 лет для ведения каких-либо действий с этими летательными аппаратами, в том числе, включая и военные действия какие-то. А вы конкретно что преподаете? Видимо, боевое искусство? Нет, я преподаю, у меня курирую направление тактической подготовки. Кстати, когда вот готовили программу обучения, советовали с Министерством обороны? Кто сейчас требует прежде всего в армии? Вы знаете, мы в постоянном взаимодействии не только с Министерством обороны, и с Росгвардией, и в том числе с ДСАФом. Сейчас самое главное – воспитать правильно достойное молодое поколение, которое в Российском Союзе боевых искусств посещает секции, они умеют и телом владеть, и плавать умеют, но еще получат навыки, профессиональное владение оружием, и не обязательно, что кто-то из них пойдет там где-то участвовать. Просто это будет общее такое развитие понимания, потому что мы видим в современных условиях, мир достаточно враждебен и агрессивен, и нужно уметь защищать и семью, и свою страну при необходимости. Я с вами полностью согласен. Нам казалось, что все вокруг расположены к нам по-мирному, да? На самом деле мир оказался очень жесток. Но вопрос сразу возникает – курсантов по какому принципу набираете? Все идут только добровольно, либо какое-то обязательное поступление для чего-то? Сейчас мы все понимаем, что идет конъективная война. Она скрытая война. Это, как правило, идет война через гаджеты, через социальные сети. Идет насыщение нашей молодежи не той информацией, которая нужна. Это вы тоже выучите, да? Отфильтровывать информацию? Да. У нас не курсанты, у нас просто обучаемые. Категория обучаемая. Сейчас, на данный момент, в соответствии с программой, в соответствии с утвержденными, согласованными планами со всеми министерствами, у нас идет категория обучаемых 14-18 лет. И в эту категорию зашли 9 учебных заведений города Хабаровска. И плюс Российский союз боевых искусств. 60 человек. Ребята учатся только по желанию. Никого туда точно никто не заставляет, силком не заставляет прийти посещать занятия, записываться в этот центр. Я хочу сказать, что здесь не только инструктора элита, но и сами ребята обучаемые, а не элита. Это, как правило, ребята, которые чего-то достигли в спорте, либо в учебе, своим интеллектуальным трудом и своими способностями. Программа рассчитана на 3 месяца. Ребята пройдут обучение, по итогам получат сертификат о том, что они прошли обучение, этот сертификат в дальнейшем может кому-то поступить в высшие учебные заведения с дополнительными плюсами, с дополнительными баллами. В дополнение к ЕГЭ. А вы сказали, что заключаются договоры с определенными учебными заведениями, да? Вы знаете, у нас сейчас сарафанное радио работает. Уже пошла информация, что в Хабаровске открылся данный центр. К нам стали приходить родители и ребята, которым еще 13 лет. А у нас программа рассчитана, начиная с 14 лет. А ребятам еще нет 14, они стали уже проситься «возьмите, возьмите». Ведь правильно было подмечено, что здесь задача не только воспитать патриота, который умеет понимать, что такое огневая подготовка, может оказать первую медицинскую помощь, высоко квалифицированную с использованием современных технологий и методов, управлять беспилотником, но здесь еще и идеологическая информационная подготовка людей, правильная оценка происходящих событий и умение этому всему противоставить. Потому что во время занятий будут рассматриваться вопросы, касаемые национальной безопасности, что, зачем и почему происходило, какие решения принимались, как они повлияли на судьбу страны, на судьбу человечества. — Ну, вы очень верно отметили, что сейчас ведется информационная война. У нас первая часть программы этому была посвящена. Есть ли отдельный предмет информационная война? Возможно, противостояние информационным атакам? Потому что это происходит постоянно, и этому подвержены абсолютно все наши теракты. — У нас есть блок, который называется «Информационная безопасность и национальная безопасность». И там как раз освещены все вопросы, связанные с историей, с традициями, с конфессиями и другими направлениями, которые объединяют, которые как раз-таки противоборствуют вот этой вот когнитивной войне. — Это важно, но мне кажется, надо как бы учить вести информационную войну, возможно, даже в социальных сетях. Потому что это происходит постоянно. — Вячеслав, вы правильно заметили, потому что интернет — это, к сожалению, не наш продукт, продукт, который был изобретен для всего человечества там, за океаном. И нам нужно научиться работать, в том числе и на их территории, потому что они успешно осуществляют свою деятельность в социальных сетях, в интернете, в мессенджерах. И заведомо вкидывают ложную информацию, пытаются формировать какое-то большое общественное мнение, вызывать какие-то резонансы, причем заведомо ложными, фейковыми новостями. Мы это видим на протяжении всего этого периода. И наша задача — научить и молодое поколение, и ребята, которые придут там старше 18 лет, в том числе противостоять информационной войне и быть морально, психологически ко всему готовы. Потому что вы в своем выступлении заметили действительно, что мир изменился, что все маски сброшены, мы увидели, что на самом деле дружелюбия как такового и нет. Да, там в спорте есть дружелюбие, уважительные отношения, в культуре, люди между собой. А на уровне межгосударственных, все как было, так и осталась борьба за ресурсы, идет борьба за влияние. И это, казалось бы, где-то там далеко, но это так или иначе влияет на нашу повседневную жизнь. — Евгений, если честно, вот представьте себя в этом возрасте, 14-18 лет, вам бы было интересно учиться в центре? — Ну, у нас в свое время были совсем другие интересы. Мы физически были более активны, более, ну, скажем так, более развиты, чем сегодняшнее поколение. Но уступали в интеллектуальном плане. Поэтому мне бы, допустим, на сегодняшний момент было бы интересно, ну, два направления точно. Это вот беспилотные летательные аппараты, однозначно, и тактическая медицина с учетом современных технологий, с учетом изучения зарубежных аналогов, с учетом обобщения этого опыта локальных войн. Мне было бы, да, действительно интересно это. — Вы знаете, я побывал на занятиях у ребят, и что касается военно-тактической медицины, это действительно может пригодиться вот повседневной жизни там. Любая нестандартная ситуация, ребята-воспитанники нашего центра могут оказать помощь как себе, так и ближним, и более квалифицированным, чем нежели там взрослые рядом находящиеся. — Есть какой-то план, столько-то человек надо выпустить, либо нет, сколько получится, сколько окажется желающим? — На сегодняшний момент у нас есть план, значит, работаем по двум блокам. Первый блок — это среднепрофессиональные учебные заведения плюс российский союз боевых искусств. Второй план — это у нас детские лагеря. — Есть определенные планы, что есть пропускная способность, есть уровень и база знаний, которые мы должны дать, но это все в соответствии с планами и руководящими документами. — Да, есть учебный план, где ребята получат там квалифицированные знания от квалифицированных, высококлассных инструкторов, наставников. Помимо этого у нас учебы. Кстати, хочу подчеркнуть, что занятия проводятся бесплатно, удобное для ребят время — это после занятий в школы. Ребята приходят на занятия, отзанимались, и так в течение трех месяцев программа. В летний период, в каникулярный, у нас запланированы выезды в лагерь, где будут проходить там военно-спортивные игры, на подобие того, что мы с вами играли когда-то в Зорницу, но уже с применением современных, совершенно интересных для молодежи методов проведения таких игр. — Ну и в завершение давайте похвастаем Хабаровск, Хабаровский край — один из немногих регионов, где это появилось, да? — Да, действительно так, потому что у нас первый региональный союз боевых искусств, один из лучших филиалов в нашей стране. Ну и самое главное, у нас живут и настоящие профессионалы военные, и жители активные, и город воинская слава. То есть все создано, все условия для того, чтобы появился этот центр. Он сейчас базируется в Краевом центре единоборств, и ребята там проходят обучение. — Евгений, если вот кто-то посмотрит и придет к вам, хочу учиться, примите? — Ну, начиная с 14 лет, да, уже есть те люди, те студенты, которым уже 18 лет, они спрашивают, им охота, вот они увидели тактическую медицину, потому что мы уже провели два занятия именно в колледжах, и одно занятие на базе Российского союза боевых искусств, когда приезжал Юрий Петрович, вот эти люди, они говорят, можно ли нам? Я говорю, у нас отказа нет, пожалуйста, приходите, занимайтесь. Если увидите, что это не ваше, вы можете спокойно уйти. То есть силой вообще никто никого не тянет абсолютно. Это расширение спектра знаний, расширение возможностей, ну и, конечно же, знакомства, лишние знакомства. И, к сожалению, в современном мире это может понадобиться абсолютно любому человеку. Да, в любой момент действительно нужно уметь себя защищать и Родину, если меня понимать. Это на производстве может быть, это на отдыхе может быть, и в том числе на где угодно. Оказание медицинской помощи — это первый блок, сейчас тем более лето пошло, сейчас начинается отравление, укусы, несчастные случаи на воде, пожары и так далее. И все это, конечно же, входит в блок тактической медицины. Спасибо. В студии программы «Политпрайм» были Андрей Белоглазов, председатель Регионального союза боевых искусств Хабаровского края, и Евгений Плетнев, инструктор Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. После короткого перерыва вспомним студенческие годы. Вас вот после получения диплома куда направили по распределению? Например, в Кенаду. Это поселок в Тайге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова